Можно сказать ваше полное имя, фамилия, ваша профессия, дата рождения? Моя фамилия Рябинкина, зовут меня Ксения. Родилась я в сентябре 1945 года. Профессия моя балерина. А сегодня какой день недели? Где мы находимся сейчас? Сегодня понедельник. Мы находимся в маленьком ресторанчике внутри сада «Эрмитаж» в центре Москвы, рядом с моим домом. Где вы родились и где вы выросли? Я родилась в Москве. Выросла я тоже в Москве. Вообще вся жизнь моя, исключая гастроли, съемки, различные поездки, вся жизнь моя протекает в Москве. А вы можете описывать район, где вы выросли? Да, я родилась в центре Москвы, внутри Бульварного кольца. Потом, когда мне было 10 лет, моя семья переехала вот сюда, рядом с садом «Эрмитаж», и с тех пор я живу здесь. Сколько человек в вашей семье? Сколько у вас братьев или сестры? В моей семье было, теперь уже это всё было давно, потому что родители мои давно умерли, кроме моих родителей была ещё одна сестра. А потом, в моей семье теперь есть мой сын и его внуки. Муж у меня был в течение 26 лет, но теперь уже его нет в живых. Я вышла замуж, когда мне было 26 лет, и у нас была замечательная семья, и мы жили с мужем в дружбе, и родили сына прекрасного, на мой взгляд. Вот, но получилось так, что через 26 лет он умер. Внезапно от сердечного приступа. Теперь я не замужем. А ваш сын как его зовут, и какая у него профессия? Мой сын, его зовут Евгений Стычкин. Он артист театра и кино. Довольно известный. Я каждый раз удивляюсь, когда узнаю, что он очень известный. Ну вот, он снимается много в кино. Ну, в общем, он стал хорошим артистом. Он уже взрослый совсем. А есть у вас внуки и внучки? Да, у меня замечательных 4 внука, 2 девочки и 2 мальчика. Вот, это моё богатство. Ваши родители чем занимались? Моя мама была балерина. Вначале она танцевала в Большом театре, потом некоторое время, когда закончила танцевать, была в администрации Большого театра. Папа был учёный. Он был физик, геофизик. Он был профессор и преподавал в институте, в нефтяном институте Москвы. А вот какие у них характери были у ваших родителей? Ой, мои родители были замечательные люди. Они были родом оба, из интеллигентных семей. И они были хорошо образованы, очень воспитаны. И замечательно всегда относились друг к другу и к нам, к детям. И я считаю, что мне очень повезло с родителями. Это большое счастье. Когда вы выросли, а какие люди на вас влияло самое большое влияние? Ну, вы знаете, я росла и рано начала заниматься своей профессией, как и полагается для балета. Я рано посвятила этому всё своё время и все силы с 9 лет. И поэтому, наверное, всё, что на меня производило, самое большое впечатление оказывало влияние. Это Большой театр, его спектакли, его замечательные постановки. Вот, наверное, так. Наверное, можно сказать, что вся моя жизнь сосредоточилась на этом искусстве, на искусстве балета и на высочайшем, на самом деле, искусстве Большого театра. А вы когда первый раз были в Большом театре? Когда вы первый раз видели спектакль? Ну, я боюсь сказать, я думаю, что мне было лет 5, когда мама взяла меня на свой спектакль, где она танцевала на сцене, а я смотрела на неё из зрительного зала. Потом моя сестра, которая меня немножко старше, пошла в училище, начала заниматься балетом. И наша жизнь ещё больше, так сказать, ещё больше сосредоточилась на балетном искусстве. Потом уже я. Так что ваша сестра, она тоже? Моя сестра тоже и гораздо, может быть, большего достигла, чем я, потому что в возрасте 17 лет моя сестра стала прима-балериной Большого театра. А чем сейчас занимается? Сейчас она немножко преподает. Ну, в силу уже возраста, немного совсем. Но, тем не менее. А вы, когда вы начали, когда вы поступили в училище? И я поступила в училище, как все дети, которые поступают в главное училище Москвы, в Академию Большого театра, после третьего класса средней школы, когда мне было 9 лет. А до этого у вас было? Вы уже занимались? Ну, немножко я занималась, но совсем мало. В этом нет необходимости. Так считалось раньше. Сейчас прошло с тех пор очень много лет, и все немножко поменялось. А какие обязательства? Что нужно, чтобы было? Чтобы поступить в училище, нужны физические данные, врожденные, которые не у всех есть, кроме просто эстетических данных, которые необходимы. Ну, такие, как там худоба, какая-то длинные ноги, не кривой позвоночник, нет плоскоступия, хорошая шейка, не очень большая голова. Вот такие эстетические данные. Кроме этого, есть еще типичные для балета специальные данные, то есть определенная подвижность суставов. Ну, вот, во всех отношениях подвижность. Баллон, прыжок, возможность, так сказать, легко прыгать. Это тоже врожденное, как ни странно. То есть это все развивается, но лучше развивается то, что есть уже дано Богом. Не надо было раньше 9 лет танцевать. Нет, нет, не надо. Нет, не надо, совсем не надо. У нас даже считается это иногда вредным для профессионального обучения, конечно же. То есть если приходит ребенок, который уже научен чему-то, и у него немножко уже выросли, может быть, мышцы какие-то, и он такой уже немножко, эти, рабочий, как мы говорим, то его иногда не берут. Это значит, поступление, когда вам было 9 лет, вы приходите, а что, они проверяют это все? Они смотрят, да, конечно. Сидит огромная комиссия, большая. И в зале по одному ребенка выводят, и кто-то из помощников комиссии его там, так сказать, поворачивает спереди, сзади, и смотрят, поднимают ноги, гибкость проверяют. Ну, в общем, масса всяких моментов. И потом или принимают, или отходят в другую сторону. Понятно. Но вас приняли, а вот на сколько лет вы были в училище? В училище в то время, когда я училась, учились 9 лет. Сейчас учатся 8 лет. Сейчас обязательное обучение в училище Большого театра – это 8 лет. Это уже довольно давно. А в те времена мы учились 9. Я не знаю, от чего это зависит. Это так, просто это так. А вот после 8 лет у вас гарантированно было место в группе? Или тоже нужно? Нет. У нас распределение, так называемое, после... Вот сейчас, после 8 лет, я не знаю, честно говоря, поскольку я не работаю сейчас в училище, я не знаю, как у них с распределением. Может быть, они получают свободные дипломы и сами устраиваются на работу туда, куда считают нужным. Я думаю, что на сегодняшний день это так. В те времена мы поступали только туда, куда нас направило училище. То есть это был в лучшем случае Большой театр, а дальше уже любые другие театры, но обязательно нужно было быть направленным. Расскажите мне немножко про вашу карьеру, как артистка Большого театра. Какие у вас были самые обстоятые моменты? Какие у вас самые сложные моменты в этом карьере? Ну, знаете, в карьере балетного артиста всё сложно. Сложно, потому что это тяжёлая профессия, трудная, потому что это постоянное желание достичь чего-то, и поэтому максимальное напряжение всегда. Весёлого, ну, конечно, бывает иногда весело, но не во время работы, скажем так. Так, моя карьера, я начинала в 64-м году. Меня приняли в Большой театр сразу после окончания училища Большого театра. Это такая желанная мечта для каждого ученика, потому что все стараются учиться, чтобы поступить в Большой театр. Ну, вот и началась работа. Работа не всегда была, не с самого начала, по крайней мере, была как-то очень счастливо складывалась, потому что иногда молодым артистам приходится танцевать в карто-балете, приходится выходить в каких-то сценах. Это, конечно, интересно тоже, но, в общем, когда мы мечтаем о балете, мы мечтаем о другом, мы мечтаем о индивидуальных каких-то кусочках, о индивидуальных сольных партиях и так далее. Вот. Ну вот, вот так сложилась моя карьера. Вначале это было не так уж для меня интересно, ну, а потом год за годом все-таки, безусловно, благодаря очень большому труду, потому что время идет, и надо не только поддерживать то, чему ты научился, но еще и делать успехи, так сказать, прогрессировать. Вот. Ну вот у меня сложилось так, что я год за годом все-таки смогла добиться какого-то положения в театре, и в результате, когда я уходила из театра, я уже имела в запасе станцованных много ролей, хороших, которые я любила. Это были не главные партии в спектаклях, но они были тоже достаточно значительные. Какие у вас были самые любимые роли, которые вы играли? Ну, вы знаете, довольно много, трудно так сказать, потому что они все очень были разные. Я танцевала и на пальцах, и классику, естественно, как любая балерина, классику на пальцах, и в Жизеле, в роли солисток, и в Лебедином озере, тоже сольные партии, и в таких спектаклях, как «Часаревский фонтан» сольные партии, и в современных, «Гусарская баллада», «Чиполина». И даже у меня была одна партия на каблуках. Это немножко другой вид танцев. Это раньше вообще делилось очень строго, теперь это не делится так строго. Я танцевала в «Дон Кихоте», «Болеро», это очень такой, очень эффектный номер, в длинной юбке в оборках и на каблуках. Ну, вот такие были у меня роли. А где Большой театр в среднем выезжает на гастроли, и выезжал раньше, и теперь примерно так же два-три раза за сезон. Ну вот, каждый артист не всегда ездит в каждую поездку, но по крайней мере один или два раза за сезон куда-то выезжает. Ну вот и я тоже выезжала. Я была и в Южной Америке, и в Австралии, и много очень, в Европе. Ну, в общем, много. Очень. А вот вы можете объяснить, как в 70-м году вышел фильм «Миранам Джокер» «Мариня Клоун», где вы играете роль Марины. Вы можете рассказывать, как пришлось, что вас нашли, и как оказалось, что вы играли в этот ролик? Да, конечно. Дело в том, что судьба моя так сложилась, что когда я еще первый год работала в театре, меня пригласили сниматься в кино. Сниматься в кино в русском фильме «Сказки о царе Салтане». Ну, конечно, это не было, так сказать, в прямую моей профессии. Но это было очень в тот момент приятное предложение, и я немножко подумала и согласилась. Так получилось, что меня пригласили в сказку о царе Салтане на роль царевны лебеди. Но это такая роль не очень драматическая, потому что это просто видовая такая красивая роль, но все-таки это драматическая роль, это не балет. Я согласилась, сыграла. Фильм этот все видели, и как-то так он был достаточно популярен популярен в те годы почему-то сказка, не знаю. Потом прошло три года, я продолжала танцевать и не думала совсем о кино. И вдруг мне позвонили и сказали, что вот сейчас в Москве находится Радж Капур, великий индийский артист, и с ним его группа, и что они хотят со мной повидаться, потому что речь идет о начале съемок его следующего фильма, и он хочет найти артистку на главную роль, на роль циркачки Марина. Все. Это было в каком году? Это было в 69-м году. Ну, я, конечно, очень удивилась, но с радостью, так сказать, встретилась с группой Раджа Капура и с ним лично, и вот так получилось, что меня взяли сниматься. Алька, как он лично познакомился с вами? Ну, если подробно, то это было так. Когда мне позвонили, они торопились, видимо, собирались вскоре уехать из Москвы. До того, как они нашли меня, они уже посмотрели ряд девушек, из цирка, в частности, потому что искали циркачку. Ну, и в тот день, когда они мне позвонили, у меня был концерт. Я сказала, что я вечером занята, у меня концерт, а они захотели пойти посмотреть этот концерт. Ну, я их пригласила, они посмотрели меня из зрительного зала, я танцевала на сцене, номер с партнёром, номер, который назывался «Мелодия Дворжика». И когда всё закончилось, мы встретились с Раджем и с его окружением в зрительном зале. Ну, вот, это было наше знакомство. А потом уже через, ещё через, не знаю, день или через два мы уже сидели, так сказать, за столом переговоров и говорили о том, что он, он сказал, что он хочет меня снимать. И мы говорили уже, обсуждая, когда это будет и что это будет за роль, и сколько это займёт время, и вообще, как всё это будет происходить. А как вас, вас пустили из работы в Большом театре? Да, я пошла к руководству, и меня отпустили. Хотя, конечно, в Большом театре всегда недовольны и не любят, когда артисты занимаются чем-то другим. И теперь я, будучи уже немолодым человеком и уже работавшим уже и как руководитель в Балетном театре. Я понимаю, что это правильно, потому что артист балета не должен ни на что отвлекаться. Это ему всегда мешает. Ну вот, все были не очень довольны, но меня отпустили. И я улетела в Эндию. То есть всё. На сколько месяц или сколько времени вы были в Эндию, а где именно в Эндию вы снимались? Я снималась. Я прилетела сначала в Дели, вначале были съёмки в Дели, недолго довольно, в цирке. А основная часть съёмок проходила в Бомбее, Мубае теперь, потому что именно там студия Раджик Капура. Арки и фильмы. А ещё какие советские актёры или кто ещё из советских актёров были с вами? Ну, содержание фильма предполагало участие ещё группы цирка. То есть эта вот артистка, которую я играла, она приехала в составе делегации цирка и в составе этой делегации работала в индийском цирке. Поэтому было довольно много артистов цирка, и они даже кого-то, по-моему, из зверей привозили с собой. Ну, в общем, была целая команда артистов цирка. Я абсолютно влюбилась в цирк, в их работу и в то, какие они, потому что они замечательные, они очень отличаются от всех остальных людей. Они немножко похожи на балетных артистов, но не абсолютно. Они ещё крепче, ещё жёстче, ещё преданнее своему делу. Вот. Ну вот, мы работали вместе. Потом у нас было два переводчика, у меня был специальный переводчик. В тот момент, когда я приехала в Индию, я вообще не говорила по-английски. Меня в семье учили французскому языку упорно. Вообще, в Советском Союзе очень немного, кто занимался серьёзно иностранными языками, потому что люди мало ездили, и как-то это вообще было не принято. Вот. Но в моей семье было принято говорить по-французски. И меня учили французскому языку. Я его выучила. Я приехала в Индию, конечно, никто в Индии, естественно, не говорит по-французски, а английского я не знала. Ну и мне сразу приставили ко мне прямо буквально рядом со мной была всегда переводчица, которая всё мне переводила. Ну и было хорошо очень, мы дружили. Потом, когда я уехала на перерыв между двумя отрезками съёмок, потому что вначале это было два месяца, потом я вернулась в Москву, потом снова через, тоже примерно через два месяца снова вернулась в Индию и ещё два месяца работала. Это уже было без окружения циркового, это были уже личные сцены, ну и всё, что вообще нужно было. Вот. И я, конечно, была очень смущена, что я не говорю по-английски, и поэтому вот эти два месяца, которые я была в Москве, я посвятила серьёзнейшим занятиям английским языком. Я наняла педагога, который сидел со мной, занимался, и, в общем, конечно, я не многому научилась, но всё-таки, когда я приехала вновь в Индию, я уже немножко говорила и понимала многое, и, в общем, всё было лучше, как раз. Это был ваш первый первый раз в Индии? Да, да, конечно, конечно. Вы знаете, тот, кто хоть раз побывал в Индию, прекрасно понимает, что это такое. Это необыкновенная страна, ни на что не похожая, необыкновенная, необыкновенной красоты, необыкновенной духовности, совсем, совсем другая, в общем-то, да. но надо сказать, что я, несмотря на то, что я вот так изменила балету и уехала сниматься, я мучилась очень от того, что я уехала и что время пропадает, и я теряю балетную форму, и мне надо заниматься, и всё. И поэтому теперь, к моему огромному сожалению, я посмотрела в Индию не так много, как могла, потому что я старалась, чтобы каждый день был посвящён работе, чтобы я успела вот эти необходимые сцены, которые были необходимы для съёмок, чтобы я успела их снять как можно скорее. Вот, поэтому я не ездила особенно по стране, ездила только, была в Бомбее, ну, и немножко, конечно, старалась смотреть всё-таки, но не так много, как хотелось бы. Вы только что разговаривали о том, как надо было вот тоже вашу балетную форму содержать, а вот во время съёмки или после съёмки а вы какие-то упражнения делили, чтобы там иметь? Ну, конечно, мы всегда делаем какие-то упражнения, и теперь тоже, но это очень мало по сравнению с тем, что необходимо делать. Ну, что ты делаешь, конечно, нёшься, не знаю, какой-то небольшой, какой-то вот, как мы говорим, станок немножко, я делала чуть-чуть, но это не что по сравнению с тем, что нужно для того, чтобы быть в форме настоящей. А вы, какие у вас самые яркие впечатления с съёмки именно? Вот какие цены были ваши любимые? Ой, вы знаете, я так даже, может быть, и не скажу. Дело в том, что для меня всё было очень важно, потому что, потому что это был фильм, в котором нужно было сыграть роль. Какие у вас самые яркие впечатления от съёмки? Вот какие цены любимые? Вы знаете, очень много впечатлений. Я не скажу, что были какие-то особые яркие, потому что съёмки были разные. Конечно, для меня самым важным и самым интересным были драматические сцены, потому что для меня это было ново. И надо сказать, что Раш Капур был великий артист и великий педагог. И он мне очень помогал. И ну, это, в общем, меня заразило на всю оставшуюся жизнь желанием быть актрисой. он был такой терпеливый, он терпеливо объяснял, он внимательно слушал, он что-то показывал. Я пыталась его копировать, когда он показывал. Вот. Очень много хвалил, надо сказать. Это вообще в педагогике, мне кажется, это очень важно. он, ну, не знаю, сейчас я не вспомню, может быть, каких-то подробностей, но с ним было очень легко и очень интересно. Как было играть с Риши Капур, вот эти все ценные с ним? Как у вас сложили отношения? С Риши Капур я снималась в Чентуджи по истечении сорока почти лет после того, как вышел фильм Миранам Джокер. Риши тоже замечательный, надо сказать. Он очень, очень, очень трогательно со мной очень по-доброму возился со мной, а возиться приходилось, потому что в том эпизоде, который я сыграла в Чентуджи, нужно было говорить на хинди. И для того, чтобы я не знала хинди и не знаю, и для в свое время для съемок в Миранам Джокер я учила большие куски наизусть, чтобы можно было их потом говорить. А здесь я приехала для съемок Чентуджи, это было пять лет назад, я приехала в Индию всего на два дня, и нужно было прямо сходу это все говорить. И было очень забавно, потому что у нас диалог, и мы снимали сначала предположим, с его стороны, потом он говорил мне следующие две-три фразы, которые я должна сказать ему, я их повторяла наизусть. И потом, когда оператор спрашивал, можно, мы говорили, можно, и он смотрел на меня, и я пыталась, не пыталась, собственно, мы сняли таким образом все, что нужно, сказала. У нас был очень хороший контакт, очень. И это была большая радость для меня. А как они сконтактировали для съемки Чинг-Дужи? Я не знаю, они нашли меня. Я ехала как-то за рулем, и вдруг раздался на мобильный телефон звонок, и какая-то дама говорит, мы вам звоним из Индии по-русски, надо сказать, или не помню, может быть, по-английски, нет, мне кажется, по-русски, говорит, вот, мы вам звоним, дело в том, снять в небольшом эпизоде, как вы себя чувствуете? Я говорю, спасибо, хорошо, вы можете ходить? Я говорю, да, я могу ходить, но дело в том, что там вы можете даже ездить на инвалидном кресле, я говорю, в этом нет никакой необходимости, но у нас так написано в сценарии, окей, значит, в сценарии так написано, значит, я готова делать так, как написано в сценарии, ну вот, ну и в результате потом мы уже окончательно это все оговорили, и мне нужно было поехать в Индию на два дня и сняться вот в этом эпизоде, я очень рада, что я была, это было огромной для меня радостью, сколько сколько же прошло лет, наверное, сорок в те годы, с семидесятого, да, наверное, наверное, сорок, сорок лет. А вы какая роль играла в Чин Ту Джи? Чин Ту Джи я играла сама себя, то есть не сама себя лично, а я играла свою героиню, ту героиню, которую я играла сорок лет до этого, но вот уже в данный момент. Но это, конечно, очень забавно, но они все время путали, называли мою героиню не моим, не именем героини Марина, а иногда называли Рябинкина, но в общем, но все равно все сняли, мне кажется, что они были довольны. А вот в Миранам Джокере вы разговаривали по хинде. Вот как вы выучили реплику? Было сложно для вас, кто помог вас? Ну, у нас был замечательный переводчик на картине, он работал с нами, Ростислав Рыбаков, это наш русский переводчик, который знал хинди, и вот он мне немножко помог, мы с ним вечерами сидели и учили эти тексты, но там было не очень много. А вот на съемке другие индусские актеры им пришлось немножко по-русски разговаривать или нет? Нет, по-русски говорил только Радж. Радж старался говорить по-русски, у него получалось, и он многое говорил на русском языке. Ну, отдельные какие-то слова всегда говорил по-русски. Смотрели ли вы другие выпускники кино в детстве? Были ли у вас представления индийского фильма до вашей поездки в Индии? Вы знаете, ну, в России вообще очень знаменит Радж Капур и индийские фильмы, но дело в том, что мы, балетные артисты, вообще редко смотрим кино, и у нас совсем другие занятия, но тем не менее я смотрела «Бродягу». Это самый знаменитый, по-моему, был фильм, который смотрели все. И вот я была ещё тогда ребёнком, я была ребёнком, потому что он снят в какие-то давние годы. И «Бродягу» я смотрела, я помню. И видела Капура, и смотрела «Бродягу». Другие фильмы не смотрела. Так что когда вас пригласили в «Бродягу», вы же знали его имя. Конечно. Нет, в России все знали имя Радж-Капура. Не то, что я, а вся страна в СССР знала имя Радж-Капура. Это очень была знаменитая фигура. Очень. вы сможете описывать обстановку, где вы снимали кино в Мубае? В Мубае мы снимались в основном на студии. То есть, в общем, все время на студии, потому что это были сцены, которые просто необходимо было снимать на студии. В Дели, в цирке. Ну, вот и все. В общем, да, по-моему, все. А после съемки, когда вы ехали обратно в СССР и обратно работали как балерина, вот ваш опыт в индийском кинотопе, кинематографе, это какое-нибудь влияние на вас в Дио? Ну, нет. Ну, слушайте, конечно, какое-то влияние, безусловно, было. И всегда есть вообще любой опыт оказывает на нас влияние. И я полюбила Индию, полюбила работу в кино, что очень для меня стало важным потом на всю оставшуюся жизнь. Но так сказать, что это как-то повлияло на мою карьеру балетную, я не могу. По крайней мере, в положительном смысле точно нет. Скорее, в отрицательном, потому что те люди, которые руководят театром, как я уже говорила, не любят. И когда я вернулась, все так немножко на меня смотрели. Ну, снялась хорошо. А вы после вот Эдисенки, вы играли какие-нибудь другие роли и когда? Да. Я после индийского фильма для себя решила, что для того, чтобы танцевать успешно в Большом театре, нужно больше не сниматься. и до 1986 года я не снималась больше в кино. Потом, когда я закончила танцевать, у меня были предложения, я снималась в течение почти пяти лет, у меня было пять фильмов на студии Дорженко в Киеве. В то время был Советский Союз и всё это было очень просто. И я была приглашена туда сначала в один фильм, потом в другой фильм, потом в третий, потом в четвёртый. я успешно и очень с большим удовольствием работала в этих фильмах. Тогда многие русские артисты, то есть вообще не было различия, тогда и русские снимались артисты в украинском кино и вместе с украинскими, это всё было на русском языке, поэтому это было так же, как если бы я снималась в Москве. А после распада Советского Союза чем Вы занимались? Как Ваша карьера прошла? После распада Советского Союза на меня это только повлияло в том смысле, что в украинском кино уже нельзя было сниматься, потому что там были какие-то свои... То есть может быть и можно, но в общем были какие-то сложности, которые... Ну просто меня не приглашали почему-то, я не знаю, с чем это было связано. Нет, потом у меня было предложение интересное, на которое я согласилась работать в кремлёвском балете. Это театр Кремлёвский балет, которые находятся внутри Кремля, в здании государственного кремлёвского дворца. Я работала там в течение 11 лет помощником художественного руководителя. Это большая, хорошая балетная труппа и, конечно, работать там было очень интересно. Вот, это было тоже уже теперь довольно давно, потому что я закончила там работать, наверное, в 2004-2005 году. Ну вот, а последние годы я занимаюсь, немножко занимаюсь балетной студией, такой, для детей, которые хотят просто немножко танцевать, а не становиться профессиональными танцовщиками. ну и опять мне повезло, я снялась ещё в четырёх фильмах. После этого я снялась, да, в четырёх фильмах, включая Чинту-Джи. А помните ли вы любую реплику из Мера-Нам-Джуха? Конечно. Вы можете узнать? Я могу, конечно, я могу сказать Мэн Тумси Пьяр Картиху. Вот, на этом можно закончить, по-моему. можно закончить. Хотите ли вы что-нибудь сказать, о котором я, не за паспу, не спрашивала? Ну, что я хотела бы сказать? Я продолжаю мечтать о том, что когда-нибудь ещё в моей жизни я попаду в Индию, а может быть, даже снимусь в каком-нибудь фильме в Индии. Спасибо вам большое.